У всех проблем одно начало, сидела женщина, скучала. Моя история из жизни прошла именно под этим девизом. А началось все с выбора подарка на серебряную свадьбу родителей. Всякие украшения предки не любили, так же, как и картины, а дарить вещи вроде комплекта постельного белья или кухонного комбайна мне показалось скучно. Празднование намечалось уже через две недели, а пока родители уехали в санаторий, попросив меня поливать цветы. Идея подходящего сюрприза возникла совсем неожиданно, пока я таращилась на старые обои кухни. «А что, если подарить дорогим людям ремонт?» — подумалось мне. А еще через десять минут я устроилась перед ноутбуком, ища отделочников. Это оказалось непростой задачей, большинство были завалены заказами на пару месяцев вперед, другие заломывали несусветные цены, третьи не могли отличить жидкие обои от бумажных. Но грустила я совсем непродолжительное, вспомнилось, что мамин брат еще недавно занимался строительством своего дома, так что помочь наклеить обои точно бы не отказался. Точнее, он попытался отмазаться, но мой напор не оставил ему шанса. На следующий день мы уже купили необходимые материалы и даже договорились с компанией натяжных потолков. Каким образом мужчина уговорил коллег помочь перетащить мебель, я даже знать не хочу, но к обеду кухня стояла уже без гарнитура. Я торжественно отодрала первый кусок старой отделки. Следующий день мы трудились вместе. Как оказалось, это только в телепередачах ремонтируют быстро и со счастливой улыбкой на устах. Мы же до обеда успели поругаться целых два раза. Тут надо сказать, что дядя у меня мировой мужик. С женой он разошелся давно, но подозреваю, что дамы сердца у него водились еще в статусе семейного человека. Был он старше меня на 14 лет, но в душе сохранил детскую непосредственность. Собственно говоря, она и стала причиной наших ссор. Правда, на справедливую критику мужчина дулся недолго. После перекуров он ставил чайник и приходил мириться, так что работа все-таки продвигалась вперед. Выходные прошли как-то быстро, потом нам надо было выходить на работу, и ремонт мы смогли продолжать только по вечерам. А затем и вовсе переселились в родительскую квартиру, я готовила еду и мыла посуда, он давал ценные указания и смотрел телевизор, после чего получал мокрой тряпкой по шее и отправлялся на кухню продолжать неблагодарное дело по окливанию стены обоими. В общем, какая-то семейная жизнь настала. Мы даже уже не стеснялись носиться по квартире в одном белье, экстренно собираясь на работу. А потом настал день, когда кухонька засияла новой отделкой. По этому поводу мы решили устроить банкет, накупили всяких вкусностей, взяли бутылку коньяка, набросали на полподушки и уселись как два падишаха. Вскоре вечер перестал быть томным, алкоголь сделал свое дело, и гулянка понеслась. Сначала мы вспоминали всякие забавные казусы, которые приключились с нами за эту неделю и хохотали как ненормальные, потом устроили танцы. В одном из па я споткнулась о подушку, свалилась на пол, смачно ударившись коленкой. Мужчина встревоженно сел рядом, пошептал, «У собачки боли, у кошки боли, а у Иришки заживи», поцеловал место, на которое я приземлилась. От теплого дыхания у меня закружилась голова.